Вот я стою на улице Герцена, впереди мы видим Коммунистическое, там вот современная улица Талиби, там построили торговый центр, Март, супер-маркет, Магма. Это бывший прокатный пункт был раньше, перекресток здесь Герцена-Пушкина, Майская часть. И вот я просто хотел с вами пройти пешочком, какие здесь изменения, видите, это все старые постройки, вот одна стена осталась, войсковая часть. И вот мы в Пушкино, она пересекается с площадью, бывшая площадь Джамбула, с памятником Джамбула. А сейчас мы видим с вами вот такое вот, здесь ее перегородили с Пушкино. Вот так вот войсковая часть. Сейчас у нас февраль, Морозис, до этого было очень тепло, ну в Таразе так бывает. Это вот аптека Жасулан, так же клиника, есть медицинский центр. Здесь вот перекрыто. Мы сейчас через это перекрытие пройдем с вами. Входная гарка здесь. Я на Новый год снимал, перед Новым годом было темно, но сейчас тоже вечер, тоже не светло. И вот мы входим сразу с улицы Пушкино, вот такое вот пространство. Такая вот площадь здесь. Это вот Таразский Биг Бен, часы, башня с часами, 40-метровая. Ну здесь обычно на праздники здесь очень много народу, гуляне здесь. Вот улица Пушкино. Здесь вот на этом месте, где вот это сейчас стоит здание, это раньше здесь было и автобокзал. Давно автобокзал был, потом тут была аптека. Ну сейчас тоже перешла в аптеку, на Сулан. Ну торговый, это на месте вещевого рынка. На месте вещевого рынка караван. Ну я съемки делал. Тогда правда вечерние были. Темно уже было, сейчас более-менее светло. Ну еще раз сниму, здесь не так многолюдно. Ну плитка здесь добротная такая. Плитка добротная. Чуть-чуть позже, наверное, тут включится освещение, будет очень красиво. Сейчас, правда, темновато. Вот он, жамбольский Пик Бен. Поднимемся туда. Вы со мною. Не каждый из вас, наверное, сможет попасть. Вот на том месте, где я стою, здесь как раз был чуть-чуть сюда правее. Здесь был памятник Жамбала стоял. А рядом вот, чуть-чуть в сторону поставил эту башню. Я стою в центре этой башни, в центре Аоси. Туда дальше идет эта улица Тулебив. До этого коммунистическая была. Но там сейчас сделали, как бы, типа, такую аллею. Называют Новый Арбат. Уже в народе, как говорится. Тут ступеньки для инвалидов. Вот так. Морозец. Я вот сейчас держу камеру. Рука уже остыла. Ну, вот так, дорогие друзья. Побудьте со мной посмотреть. А вот территория бывшего Зеленого базара. Выглядит так вот. Ну, уже там есть съемки уже. Которую я снимал и до снимал строительства вот этого историко-культурного центра. И сейчас вот. Еще раз посмотрим. В небе там самолет летит. Видим. Ну, вот так вот. Сейчас я хочу пройти туда вот за стенку, туда дальше. Мне надо попасть на улицу Ташкентскую. Я иду к себе домой. Я живу в той стороне, в стороне Грушевово-Ташкентской. Поэтому мне надо пройти вдоль стены. Еще раз обзор сделаем. Как бы камера у меня что-то не замерзла. Это может отказать. И руки тоже мерзли. Вот. Вот здесь вот стоянки здесь. А вот тут вот. Это вот тропинка вдоль стены. Тут вот арык. Вот здесь тропинка. К сожалению, ее здесь не оборудовали. Могли бы тоже здесь асфальтировать. Люди же ходят. Тротуарчик бы сделали бы. Ну, ну, пьедать у меня не. Или достают. Или, наверное, средств не хватает. Вот стена. Достого зоного кирпича. Без каких-либо зон этих. Вот там видим мы мечеть. Ну, она на месте стоит там мечеть, как она раньше стояла. Сейчас она там стоит, в мечеть. Здесь, конечно, грязно. Здесь, конечно, очень грязно. Что там было написано. А здесь вот улица Электрическая. Эти все участки. Все снесли. Снесли дома. Остались вот такие участки. Ну, тоже, наверное, будут здесь что-то строить. Эту сторону вот. От меня по правую сторону. Улица Электрическая. Все подсносили. А ту сторону оставили. Которая со стороны. По тем положенной стороне. Там, где и мечеть находится. Там оставили. Ну, вы помните, здесь раньше были торговые, крытые лавочки, бутики. Вот тут мечеть. Вот эта вот электристика идет на Ворошилово. Вот так. Здесь вот дверь. Посмотрим, что тут. Дверью. А ну, вот здесь. Это здание моё. Здесь туалеты вот. Там вон башня смотровая. Ну, и мусорка здесь. А вон там, вон, под навесами, там раскопки древней Тарас. Ну, здесь вот Чайхана, по-моему, была раньше. На этом месте. Вон там. Если я не забыл. Чайхана. Вот сейчас мечеть. Вот эти вот торговые ряды здесь раньше были. Улица Артема там. Улица Артема там. Не отличать. Пойдем дальше. Еще остались от того времени горячие самса. Не знаю, сейчас она, наверное, действующая, не действующая. Наверное, нет. А может, действующая. Вот мечеть. Вот тоже здесь. У нас. Благодаря. вот здесь раньше вы зеленого базара ходили домой по этим вот улочкам было очень оживленно здесь как будто не коснулась чуть-чуть может быть так некоторые мазки есть современности модерна так здесь все как было период моего еще детства лет забор все старе стар до сих пор больше 60 лет вот так вот стены штукатурен а так в принципе все такая же ветхость не обустроенность кое-где может быть тут дома конечно построят там лево тоже туда идет тоже тут ходили и вот раньше был по-моему лесосклад какой-то был вот так тут все мне нужно попасть туда там видно башню вот такие ветхие улочки честно сказать я уже не помню название вот дом тут разрушена стена вот такая вот контрастно старая город контрастно мы были там современно вот здесь рядом далеко такие вот заборы такие вот калитка старая видать тут раньше жили люди вот все заброшено здесь хозяин есть или нет неизвестно вот так вот номер один сейчас эта улица к ты бай не знаю вам интересно интересно здесь по грязным этим дорогам ходить может быть кто-то тут и ходил раньше когда зеленый базар еще был живой вспомните сейчас попаду на улицу советскую мне кажется потом ташкент пересечения туда я сейчас попаду на скорость прибавил чтобы быстрее дойти не знаю места хватит не хватит камеры памяти может хватит может не хватит я уже вижу по высоковольтной линии которая проходит что я приближаюсь уже к улице советской азбек би новое название азбек би азбек би все переименовали улице вот так вот фонтан ташкентский а туда дальше вон со ворошилово там перекресток вон дали там видно ворошилово ну вот мы с вами идем до ташкентской если хватит это будет хорошо вот с правой стороны опора трубопровод был здесь но его сейчас снесли теперь уже нет опора осталось теплотрасса была вот здесь вот был стоянка была ладно сейчас здесь сделали лесосклад вот эти вот опоры известные всем тоже наверно еще с самого детства наверное помните их вот еще вот улочка вот перекресток 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 ташкентская там он был вход на базар сейчас там вот башня стена тоже стоит построили крепко некой имитации крепости ну это снимал у меня видео есть и там он автовокзал был там тоже базарчик с правой стороны там был были эти запчасти машатова автозапчасть так что все все снесли все вырвали вот это улица ташкентская улица ташкентская но что бар налог в и я скачал вот так Тут эти склады, не знаю, действующие, не действующие, какие-то действующие, какие-то нет. Но когда был рынок, то они все активны были. Ну и сейчас эта Ташкентская улица, она тоже превратилась, как бы улица, именно с этой части, с Вазара, улица Торговая. В эту сторону перейдем. Ухажаю, лужи, грязь. Черновые склады тут. Мне надо попасть на улицу перед Переволоком Рашиловым. Перейдем, подходим к мосту. Речка Джедайка. Вот так все выглядит сейчас. Так и все. Такие изменения. Речка. Подходим к джедайке. Тут тоже склады. Вот Речка, с той стороны, там было, помню, в детстве колесо водяное. Колесо там было. Огород поливался в водяное колесо. Вот эти, это вот, это вот, это вот, это вот мост. Эти тумбы стоят, эти. Туда дальше речка. Над речкой построили склад. Вот, куда дальше эта речка идет. Вот это улица, как раз, первый, первый Переволок Рашилова. Новое название Байжак-Батыр. А это Ташкентская туда дальше идет. Вон там мы видим, пересекает светофори Рашилова. Какие дела. Не знаю, вам интересно, неинтересно будет по первой Переволок Рашилова пройти. Здесь вот вулканизация была, будка. Вот. Ну, конечно, сейчас уже не убрали. Раньше жили, да? Ага. Здесь вот была детская библиотека раньше. Все по-другому, да? Вот здесь. А вы где, тут жили? Я, мы сюда приехали. Потом приехали, да? Десять лет назад. Ага. А мы жили здесь вот раньше. Здесь вот детская библиотека была. Вот здесь. Городская детская библиотека. Вход здесь был. Вот тут вот еще окна остались. Это все вот это от библиотеки детской. Одноэтажная была. Я сюда ходил. Книжки читал. Шемя Безумовного города. Там еще много разных книжек были интересные. Это все вот библиотека. Ну, сейчас вот одни остались труха. Ну, и здесь вот. Тут разные повороты. Темно уже, темнеется. Ну, пока камера у меня еще снимает уже 25 минут, пока место есть. Вот. Еще в детстве здесь у меня отец водил. По этим улочкам здесь не было. С вальта, по грязи. Тут все дувалы, дувалы были везде. Таких уж домов не было. Одни дувалы, помню. Такие все. Прямых тоже нет. Ведь улица, как змейка, она бьется. И вилась. И так и здесь вот. Вот туда тоже. О, и здесь вот. А вот на этом месте это болото здесь были. На этих вот болотах построили, видите, дома. Там тоже долгострой был долгий. Но все-таки кто-то выкупил, построил. А здесь вот на этом месте был гор, где забор. Организацию перенесли, которая там была на углу, вот здесь. Здесь хозяин жил. Ну, хозяин уже умер в организации. Теперь сын. Здесь вот. Бакуля. Кто-то может помнит. Бакуля. Тут вот тоже орег. Здесь вот постоянно лужа была, вода. Сейчас куда-то. Тут тоже как болото было здесь. Помню, здесь лягушки квакали. Сейчас все высушили. Сейчас в городе нету полива. Полив в основном идет по центру. По центральному. Вот это улица Таларихина. Здесь она заканчивается улица Таларихина. Вот она пересекает первый переулок в Ворошилово. Это вот Таларихина. Она идет туда. До пятиэтажек. Сабая. Где-то она туда врезается в магазин. Смарт сейчас называется. Раньше у нее сам был там Талас. Куда-то потихоньку темнеет. Вот здесь переулок в Ворошилово 16. Ну, пока хватает мне. Я боюсь, камера замерзла. Мороз, она тонкая. Смартфон может замерзнуть. Вот. Так. Камера чувствительная. Уже довольно-таки темно. Сумерки. Но она немножко прибавляет. Автомат прибавляет подсветку. Ну, дорогие земли, конечно, не всем будет интересно идти по этому району. Здесь, наверное, только кто здесь раньше жил или ходил. Но, тем не менее, я это все снимаю. Чтобы вы почувствовали атмосферу. Современности нашего города Тарас. Какова она. Еще раз развернемся. Уже вот свет включили. Включился. Хай. Хай. Продолжение следует...